Добрый день, дорогие братья и сестры! Добрый день, дорогие крещаемые! Это день действительно добр, потому что сегодня вы заключаете завет с Господом. На сегодняшний день я хотел бы вас сердечно поздравить с этим прекрасным днем. Видите, сегодня Господь распорядился так, что у нас максимально приближенное к настоящему крещению. Мороз, снег не дождался 1 мая, пошел сегодня. Сегодня было так вот сначала очень холодно, но все равно сейчас распогодилось, появилось солнышко, и сегодняшний день действительно прекрасен, потому что его можно сравнить только лишь, пожалуй, по значимости своей с физическим днем рождения, но только в Господе нашем Иисусе Христе. Но перед тем, как мы придем к самому священнодействию, мне хотелось, чтобы мы сейчас поднялись, попросили Господа в нашей первой молитве, чтобы Он пришел на это место и благословил всех нас. Давайте встанем. Драгоценный Господь, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Духом Святым, сиди сейчас на это место. Мы благодарим Тебя, что мы можем пригласить Тебя сейчас сюда. Раздели с нами это время и благослови всех нас. Слава Богу, присаживайтесь, пожалуйста. И начать хотелось бы со Слова Божьего. Это 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещанию Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Так все же, что такое крещение и почему именно вода? Как говорит Святое Писание, это не плотской нечистоты омытия, это не водная процедура и даже не обряд, это священнодействие. Священнодействие, имеющее глубокую суть, суть заключения завета между Богом и человеком. Сегодня сам Бог придет на это место. Сегодня сам Господь заключит с вами завет. Вода, в которую вы сейчас войдете, это прообраз Слова Божьего, который, входя в нас, постепенно вымощает из нас все те грехи, которые были в той предыдущей жизни без Господа. Когда я готовился к этому священнодействию, мне вспомнилась история из моего детства. Как у всех детей того времени, у меня были определенные обязанности в доме. И вот одна из обязанностей была чистота в квартире. Но помимо протирания пыли, помойки полов и прочего, на мои еще обязанности входило выносить ту стеклотару, которая скапливалась дома. 30 лет назад мы еще не знали пластика, и чтобы мы не покупали жидкое, мы покупали обязательно в стекле. И вот пройдя определенное время, скапливалось определенное количество этих бутылок. И когда мама на терпение приходила к концу, она говорит, Стасик, пора сдавать посуду. Это меня и радовало, и огорчало одновременно. Радовало, потому что появлялись карманные деньги, а огорчало, потому что нужно было потрудиться. И если на те времена основным условием приема стеклотары была ее чистота, если с бутылками из-под лимонада, пепси-колы, какой-нибудь сока или воды не возникало никаких проблем, то бутылки из-под кефира, молока, сливок доставляли мне большие неприятности. Для того, чтобы их вымыть, нужно было потратить определенное время и иметь определенное терпение. Вот последнего у меня как раз и не было. Но это компенсировалось моей изобретательностью. Что я придумал? Поставив под струю воды эту бутылку, я дожидался, пока вода сама ее вымоет. Вымоет все то, что там оставалось внутри. И сосуд оставался чистым. Так же и мы сегодня, пропуская через себя Слово Божье, получаем очищение от того, что было когда-то. А вот само водное крещение – одно из составляющих этого прекрасного цикла очищения нашей души. Ну а начинается все всегда, конечно же, с покаяния. С осознания того, какой жизнью мы жили раньше. Отречения от той жизни, которую мы жили без Господа. И вот святое водное крещение является одним из составляющих этого действия. И вы знаете, это правильно. Почему? Потому что если человек пришел на водное крещение и не покаялся в своих грехах, то получится, что с одной стороны в аптестерий зайдет сухой грешник, а с противоположной стороны выйдет мокрый грешник. Но если вы пришли сегодня сюда с покаянным сердцем, а в этом я ни на секундочку не сомневаюсь, и одели эти белые одежды праведности не просто для красоты, то, зайдя в воду и пройдя через это погружение, вы заключите завет самим Господом. А заключив завет Господом, вы будете иметь жизнь тихую и безмятежную. Что такое завет? Завет – это договор между вами и Господом. Что обещает вам Господь? Что он будет вашим Богом. Вы будете его народом. Он будет вашим отцом, а вы будете его детьми. И он будет заботиться о вас. Что же обещаете вы? Вы обещаете служить ему в чистой и доброй совести до конца ваших дней. Глядя, как вы сегодня прекрасно выглядите, в этих белых красивых одеждах праведности, я все равно вижу в ваших глазах у многих тревогу. Это хороший трепет. Это такой божественный трепет. Я вспоминаю, как без малого 20 лет назад, принимая водное крещение, накануне я не спал всю ночь. Почему я не спал? Я очень волновался, скажу честно. Это очень трепетно и трогательно. Я передумывал все. И если само водное крещение для меня было понятно, потому что я до этого видел, как происходит само священное действие, то что будет с духовной стороны, мне было очень непонятно. И вот первая волна волнения прошла, вторая. И на второй волне ко мне пришло осознание. А что же я могу сделать для Господа? Для того, чтобы как-то отплатить ему, что ли? Ну и оплатить, наверное, неправильное слово, украинское, более лучшее будет, видячит ему за то, что он спас меня, отдал своего сына. Избавив меня от алкогольной зависимости, от сигаретной зависимости, от страха, в которой меня атаковали. И мне начали в голову приходить разные ответы. Одна из мыслей такая вот, ну по уровню того понимания, возможно деньги, но вторая ее сместила, сказала нет. Какие деньги? Богу деньги не нужны. Возможно какие-то материальные ценности. И следующая мысль в догонку сказала нет. Никаких материальных ценностей. Парень, чем ты хочешь впечатлить Бога? Что ты имеешь такого, что может его поразить? Ни в коем случае, нет. И тогда я подумал, а все же, что я могу сделать для него? И вот тогда я понял, я могу только порадовать сердце небесного Отца. А как мы можем порадовать сердце небесного Отца? Отдать Ему свое сердце. Отдать Ему свой разум. Отдать Ему свои таланты, умения, на служение Ему и Его детям. Ну и конечно же отдать тот единственный ресурс, невосполнимый ресурс, который принадлежит именно нам. Наше время. И вот без малого 20 лет я служу Господу. И я рад. Я рад, что я могу это делать. Потому что у меня были разные служения. В самом первом служении новообращенным я остался до сих пор. Но многие служения изменяли друг друга. Какие-то были более емкие, энергозатратные. Другие менее энергозатратные. Но единственное было неизменно одно. Радость от того, что я делаю. Потому что я знаю, какому Господу я служу и для чего я это делаю. Почему я вам сегодня об этом рассказываю? Потому что сегодня заключив завет с Господом, вы уже можете решить для себя, где вы будете служить Господу. Молитесь об этом. И поверьте, Господь откроет. Не получится у вас самих, помогут ваши пастыря с выбором вашего служения. И тогда, благодаря вашему служению, вы завершите этот прекрасный, божественный цикл спасения вашей души. Служение поможет открыть вас муйму талантов. Тех прекрасных талантов, которых Господь погрузил в вас при вашем рождении, и о которых вы еще даже не подозреваете. И упрощить вас в тех талантах, которые вы имеете на сегодняшний момент. Служение поможет вам обрести тот прекрасный жизненный стержень, твердый стержень, который поможет вам не сломаться, когда в вашу жизнь придут испытания. И помогут пройти любые испытания именно благодаря служению. А также служение поможет вам сохранить ваше спасение. Потому что спасение мы получаем по благодати. А удержать, сохранить это служение мы можем благодаря нашему служению. Да благословит всех нас Господь! Ну а сейчас настало то время, когда я могу вам рассказать, как будет происходить непосредственно само священное действие. Сначала мы сделаем общую фотографию, потому что такой прекрасный день, как сегодня, не должен запечатлеться только в наших памяти, в наших сердцах. Потом пастора зайдут в воду, совершат молитву, и вы, сняв свои маски, сможете спуститься к ней. Маски оставьте на своих местах, потом они вам понадобятся. Спустясь вниз туда, к пасторю, вы станете с правой стороны от него. Ноги поставите вместе, руки скрустите на груди, и рука пасторя, одна ляжет поверх вашей руки, вторая будет направлена в небеса. После этого будет сделана еще одна фотография. Вот эта фотография пойдет уже в ваш личный домашний архив. Поэтому какими хотите быть, такими и будьте. Хотите быть серьезными, будьте серьезными. Хотите быть веселыми, обязательно будьте веселыми. После этого вам будут заданы вопросы. Веруешь ли ты в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя? Правильный ответ знаете? Да, да, или верую. Второй будет звучать так. Обещаешь ли служить Господу в чистой доброй совести до конца своих дней? Правильный ответ также. Обещаю или просто да. И потом вам будет сказано следующие слова. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Запомните это слово. Это ключевое слово для вас. В этот момент вы затаите дыхание и пастырь плавно и постепенно погрузит вас под воду. Не переживайте. Ваша жизнь не угрожает ничего. Почему? Во-первых, это будет в доли секунды. А во-вторых, за всю историю существования христианства ни одного крещаемого еще не утопили. Поэтому еще раз говорю, не переживайте. Наши пастыря далеко не первый раз будут проводить послобное священное действие. Единственное, что хочу сказать, если у вас есть какие-то вопросы по спине и вас нельзя прогибать назад, пожалуйста, скажите об этом пастырю, и он поможет вам присесть так, чтобы вода сомкнулась над вашей головой, а потом точно так же подымет вас. После этого вы с поспешностью, но не делая большой волны, чтобы не смыть пастырей, выходите в раздевалки. Сестры идут в женскую раздевалку, братья идут в братскую раздевалку и с поспешностью приводите себя в порядок. Почему с поспешностью? Потому что мы через очень короткое время хотим видеть вас для того, чтобы вас поздравить и вручить вам подарки. Я думаю, будет не лишено логики, если первые пойдут сестры. Во-первых, мы джентльмены, мы их пропускаем, правда, братья? Ну, а во-вторых, ему просто нужно немножечко больше времени для того, чтобы привести себя в порядок. Ну, собственно говоря, пожалуй, все. Есть какие-нибудь вопросы? Нет никаких вопросов? Тогда давайте фотографироваться. Дорогие пастыря, проходите, пожалуйста. Для фотографий. Все, пастыря, пожалуйста, проходите в воду. И первые две сестры, которые готовы, будут. Подходите, пожалуйста. Да, масочки, пожалуйста, оставляйте на месте своем. Кто первый? Лежу. Господь, мы благодарны Тебе за это время. Мы благодарны Тебе за каждого человека, который сегодня принял решение заключить завет с Тобой. И мы молим и просим, в момент этого крещения, пусть Божья отверзнутся небеса. И мы молим и просим о каждом человеке, пусть его сердце сегодня, навсегда прилепится к Тебе, будет верно и посвящено Тебе. Мы молим и просим, благослови это священное действие во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. 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 Верующий у Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Да. Обещаешь ли служить Ему в чистой, доброй совести до конца своей жизни? Обещаю. На основу Ваша вера, в Ваше обещание, треснем во Своей во имя Царственности Святого Духа. Аминь. 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 Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, обещающий служить в чистой доброй совести до конца своих дней, на основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, обещающий служить в чистой доброй совести до конца своих дней. Обещающий служить в чистой доброй совести до конца своей жизни, на основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Верующий в Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, обещающий служить ему в чистой доброй совести до конца своей жизни, на основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Верующий в Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, обещающий служить ему в чистой доброй совести до конца своей жизни, на основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Батько, за каждое сердце, за каждую человеку, святую и вишнюю Батько, которая принялась сегодня в Однокрещение, за этот заповедь, Господь Бог, который Ты принял. И я молю и прошу Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа, благослови их, Господи, соединенных Духом Твоим Божиим Святым. И нехай в их жизни прославится имя Твое во имя Иисуса Христа. Аминь.